Ребят, всем привет! Сейчас я вам расскажу про наше новое приобретение, наш новый проект, вот этот гараж. Нашли мы его, как всегда, путем жесткого мониторинга Авито. Я постоянно просматриваю все интересующие стоянки, например, продажи гаражей и как они попадают по цене. Вот этот гараж стоил где-то неделю-две назад. Звонков, как потом выяснилось, было очень много, но всех отпугивало то, что гараж не сделан и надо в него вкладывать деньги. Мало того, что надо купить материал, плюс надо еще вложить, заплатить людям деньги за работу. А также человек, хозяин этого гаража, боялся, что эту стоянку снесут. Здесь снесли где-то 15-20 гаражей, когда строили метро, расширяли коммуникации. Этот гараж остался. Попутно сразу я заехал в организацию МГСА, заехал в управу и узнал у них судьбу этой стоянки. Будет она сноситься или не будет она сноситься. Информация была получена, что стоянка сноситься не будет. Поэтому я смело смог купить этот гараж. Так как он в разрушенном состоянии, мы с человеком поторговались. Он хотел 70 тысяч, а в итоге мы его купили за 50 тысяч. Сейчас мы вам покажем, что есть внутри. Ну, в общем, вот такая куча хлама нам досталась от строителей. А крыши нету, стенку надо восстанавливать. Ну, металл, как всегда, очень тоненький. Не знаю, получится, не получится нам отрихтовать его и приварить. Что в чем ценность этого гаража? Ну, во-первых, он очень высокий. Сюда войдет любая высокая машина. Так как у нас, допустим, в те маленькие гаражи, Land Cruisler или, допустим, Range, он уже не входит. Сюда вполне можно заехать. Плюс есть здесь полки, да. И самое что хорошее еще, здесь есть вот такая подсобка. Сам гараж 3х6 и плюс еще подсобка где-то 1,5х3. Мы ее полностью совместим, срежем вот эти листы и у нас будет вообще классный, большой, хороший, красивый гараж. А изначально этот гараж мы взяли на перепродажу. Я повторюсь, скажу, что нам реально фортануло с этим гаражом. Другие люди боялись его брать, а нам как раз это на руку. У нас есть руки свои, которые мы можем применить, все это дело сделать. И на этом деле хорошо заработать. И за работу нам платить не надо. А если его хорошо сделать, то минимум за него можно получить 250 тысяч. Задача у нас на сегодня следующая. Выкинуть вот этот плам от строителей. Они его использовали как бытовку, как свой сарайчик. Вот эти ведра, они все пустые. Вот эти старые палеты. Это мы все вывезем и выкинем. И приступим сегодня, наверное, сразу к сварочным воротам. Вырежем кусок стены вот здесь. Давайте с той стороны вам покажу. Подварим, вырежем здесь кусок. Не будем ничего рихтовать. И вставим в другой лист железа. А также с крыши мы поступим как... По старинке раньше клали шифер, пробивали его гвоздем и гвоздь приваривали к трубе. Я так не делаю. Ну, каждый волен делать так, как он хочет. Мы сделаем как? К трубе сзади или спереди мы прикрутим брус 5х5. Прикрутим его уже к трубе кровенными саморезами. И потом уже в брус мы прикрутим шифер. Металлом мы здесь делать не будем, так как у нас остался еще шифер. Все перекрывать металлом это дорого и, в принципе, нам никому не нужно, потому что гараж уже изначально у нас идет на продажу. Отрезали профиль. Сейчас будем его приваривать. Купил электроды. Сегодня были на рынке. Взял четверку. Почему взял? Увидел графитовские графител. Электроды. Они вообще очень хорошие. Но их давно-давно сняли с производства. Год выпуска, я смотрю, 2004. Коробка была рваная. И я их взял на рынке. 5 кг купил всего за 200 рублей. Так что будем варить этими. Потому что другие электроды. Или поделка. Или стоит намного дороже. Варили профильную трубу с той стороны. Теперь у нас появилось некое подобие жесткости стены. Пробовали приварить. Но, как всегда, стенки варили из металла. Или единички, или 1 на 2. Старый металл, он просто прогорает. Невозможно его приварить. Взяли, собрали, короче, на саморезах и все. Также мы здесь подрезали. Вон старый лист валяет. Реально его рифтовать уже нет смысла. Но ставим новый. Здесь я сейчас еще поровней подрежу. И, скорее всего, в новый лист мы поставим просто тупан тоже на саморезы. Здесь поставили заплатки. Ну, так же немножко вкопались в мусоре, который лежит в гараже. Нашли зеленую краску. Скорее всего, потом гараж еще и покрасим ей же. Благо она есть. Ну, и метальчик, наверное, нашли. Килограмм 30 какие-то болты там. Микроволновка валялась. Сегодня заехали на рынок. Купили шифер. Взяли 16 листов. И купили брус. Все вместе нам вошлось 6 400 шифер и брус по 90 рублей 9 штук. Ну, где-то в районе 7500. Здесь у нас очень стремительно стали развиваться все события. Пока вчера мы ковырялись, подошли 2 человека. С этой стоянки стали спрашивать насчет этого гаража. И один человек реально очень заинтересован в покупке. Мы сами удивились. Если прошлый наш проект, который вы видели, ссылочка будет вот здесь. 80 тысяч, где мы заработали практически за год. Плюс мы его еще сдавали. А здесь у нас практически есть клиент на покупку. Но, правда, я не знаю, что еще будет у нас по деньгам. Так как вот этот сосед у нас продает гараж за 350 тысяч. Но он продает его уже, наверное, года полтора или два. Нам нет смысла держать такую цену. Мы начнем, наверное, скорее всего, тысяч, может быть, от 300. Нам вполне достаточно этих денег. Нам надо быстро сделать и быстро продать. А также, что обращу ваше внимание, на людей, на наших клиентов, которые хотят купить здесь гараж. И им, честно говоря, даже просто лень зайти в базу Циана или зайти на Авито и посмотреть, помониторить гаражи. Они сидят здесь и даже не знают, что у них вообще здесь продается. Увидели то, что мы делаем, да? Подходят, интересуются и хотят купить. Трубы толстостенные, очень трудно закрутить. Мучаемся уже, наверное, часа два. Но делаем именно так. Будем прикручивать именно брусок, а не приваривать гвозди. Потому что потом будет вот такой вариант. Вокруг гвоздя все обламывается. Шайба резиновая там не держится. И вода все равно течет. Так что мы сделаем нормальный кролинный саморез. Сейчас мы обрежем все шпильки, которые торчат. И будем накидывать шифер. Шифер мы вчера уже привезли и подняли. Пару слов о шифере. Ну, во-первых, шифер обошелся по 400 рублей за лист. Нормальный металл за такие деньги невозможно вообще купить. Так как мы 0,7 металл покупаем по 1200 рублей. А покупать просто кафру нет смысла. На что еще обращу внимание. Новый шифер очень сильно отличается от старого. Во-первых, по весу и по толщине. Старый шифер мы, когда демонтировали, реально еле-еле поднимали вдвоем. Вот этот шифер очень легкий, тонкий, гнется. Честно говоря, я не знаю, на что будет хватит. Тенденция идет к тому, что весь материал стал намного хуже. И металл уже идет, допустим, не полтора миллиметра листа, а какой-нибудь 0,45. И шифер тоньше идет, чем надо. Не знаю, честно говоря, к чему мы пойдем лет через 20. Вот, обратите внимание, как раз наглядно, гвоздь, насколько он торчит. И вот здесь у нас дырка, из которой течет вода. С крольными саморезами такого у нас не будет. Почистили волны. Очень много грязи накатилось. Взяли баллончик. Сейчас пометим там, где у нас бруски, чтобы потом нам не ошибаться и нормально прикручивать. Положили один ряд. Нам очень понравилось. Волна везде совпадает и с этой стороны, и с этой. Просто получилось в идеалочку. Так что сейчас будем накидывать уже весь остальной шифер. Хотели оставить вот эти последние листы. Но последняя у нас была колонна, мы решили его поменять. Так как мы часто бываем на этой стоянке, и чтобы нам человек потом не предъявлял, что купил гараж, а тут половина крыша течет, надо сделать ее нормально. Но когда сняли этот лист, оказалось, что второй тоже лист у нас покоцанный весь, обломанный. Да и вообще весь шифер старый, мы его взяли с запасом, так что поменяем мы все, сделаем нормально, на совесть. И самим даже потом будет после этого легче и хорошо. Накидали весь шифер, прикручивать уже сегодня не будем, уже ничего не видно, темно, время полудесятого. И здесь у нас остался еще маленький доборчик. Но как всегда, если работаете с шифером, рекомендую один-два листа взять про запас. Один лист у нас лопнул, причем клали все аккуратно, поменяли его. Один лист у нас тоже, да, попался с брачком, не увидели, когда купали на рынке. И два листа у нас осталось. А с крышей сегодня мы полностью закончили. Не зря мы взяли запас, как я говорю, если вы работаете с шифером или металлом, или делаете крышу, всегда гарантированно вы продаете крышу соседу, как и получилось в нашем случае. Крыша и так уже плохенькая. И мы ее продавили. А поменяли как раз два листа сразу. И напилили. Сегодня сделали доборы с той стороны. Так как у нас гараж немножко нестандартный, где-то 3,20 по ширине. Вот наши доборочки. Здесь как раз два листа, я их распилил пополам. Распилил обычной долгаркой. Единственное, что поставил, железный круг. На сегодня, что у нас еще добавилась работа. Мы даже не видели, честно говоря, но у нас сломанная петля на одной вратине. Мы ее сейчас поменяем. Петли у меня всегда есть про запас. Начинаем варить петлю. Вот новая петля у нас. Спасибо. Там я уже отрезал и все это дело зачистил. Единственное, что вратина сейчас немножко просела. Я ее сейчас подниму, потому что здесь петля сначала закрывалась нормально, а сейчас она уже задевает. Используем лопатку. И у нас очень много валяется таких кубиков. Кто не знает, объясню. У нас здесь было очень грандиозное строительство большое. Вот это у нас тепловой узел. И вот под этим зданием, практически такое же здание еще внизу, на один или на два этажа, большая здесь стройка была. И вот бетон испытывали. Заливали в такие кубики, а потом прессом испытывали, сколько он выдержит нагрузку. Но мы тоже его используем. Подготовили здесь, вырезали вот этот металл. Здесь, почему он оторвался, собственно говоря, потому что я уже срезал маленький кусочек, приварено было просто прямо вот к этому листовому металлу, а не к уголку. Мы приварим сразу уже к этому несущему профилю. Остался у нас еще мусор. Ну, тут реально столько мусора. Три или четыре дня мы его носим, 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 и все равно он есть. Отпилили здесь полку. Она была настолько кривая, косая, вот она валяется, мы ее разломали, что лучше, чтобы ее вообще не было, честно говоря. Если человеку надо будет сварить новую, хорошую, чем оставлять вот эту. И, кстати, мы ее отпилили, и совершенно другой вид встал. Вот эту мы оставим полочку. Ну, займемся еще вот этой стеной тоже. Вот эти полочки мы оставляем. Стену мы сейчас допилим, и тоже вывезем отсюда. Будет там дополнительный металл. Ну, сейчас потихонечку поносим вот эти палеты на помоечку. Разгрузим немного гараж. Ребят, нас можно поздравить с окончанием нашего проекта. У нас оставался пол, и мы его сделали. Привезли крошку. Проделали не мы, кто приехал, и они, соответственно, сделали. Привезли крошку, и прошли виброплитой. Вчера мы потратили, наверное, полдня еще на вынос мусора. Мы даже, честно говоря, не ожидали, сколько здесь вообще мусора было. Мы носили, и вчера мы уже заказали контейнер, поставили его здесь, и все, люди пришли. Тоже мы заплатили денежку, чтобы не тратить на это время свое драгоценное. И все это дело выбросили. Здесь у нас новый шифер. Новый шифер мы также положили, выровняли над нашей подсобкой. Теперь у нас уже ничего не течет. Уже дождик был, уже все проверено. Ну, что попутно? Попутно пока мы возились с этим гаражом, как я всегда говорил, вы начинаете что-то делать. Люди проходят мимо, смотрят, подъезжают, спрашивают, подгоняют вам еще какую-то дополнительную работу. Мы сделали соседу крышу, он захотел сразу, накрыли, и получили заказ полностью сварить гараж. Это вы в дальнейшем увидите на нашем канале. Так что смотрите, не пропустите, и подписывайтесь. Что у нас получилось по деньгам? Взяли мы его за 50 тысяч, вложили мы в него еще 30 тысяч. Честно говоря, я сам не знаю, куда у нас ушло 30 тысяч. Вроде по мелочевке, по мелочевке, но у нас все равно набежала вот эта сумма в 30 тысяч. В эти 30 тысяч у нас вошел пол, вывоз мусора, и, соответственно, крыша. Но крыша, саморезы, какие-то мелочевка, какая-то мелочевка. Плюс у нас была полностью здесь порушена электрика. Электрики в гараже, в гаражах нету, здесь только розетки в торцах. Мы протянули, практически на 20 метров, кинули кабель, розетку, все поставили здесь, сделали. Клиент, который купил, он сам с этой же стоянки. Это как раз один из тех, кто первый подошел к нам, когда мы его ремонтировали, и изъявил желание купить. Он подумал, и в итоге мы продали этот гараж за 280 тысяч. Наша прибыль составила за 3 недели, мы заработали на этом гараже 200 тысяч. Как я говорил, ребята, не бойтесь, смотрите, экспериментируйте, покупайте, рискуйте, но риск, в принципе, здесь минимален. В любом случае, если вы купили его, сделали этот гараж, не смогли сразу продать, вы его сдаете. Сдавайте с условием, что этот гараж у вас продается, и сразу скажите это хозяину. Нашелся покупатель, человек съехал, и вы продали этот гараж. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!